Утро Карачаева Черкесия приветствует вас. Сегодня день весеннего дождика. Будут ли осадки, мы расскажем чуть позже. А сейчас о новостях сегодняшнего дня. Сегодня наша страна отмечает Всемирный день авиации и космонавтики. Ровно 63 года назад он сказал поехали и махнул рукой. 12 апреля был совершен первый полет человека в космическое пространство. Советский космонавт Юрий Гагарин навсегда вписал свою страну в мировую историю. Каждый из нас чувствует неподдельную гордость за поколение, которое сделало не просто технологический прорыв, но и показало мощь государства, силу духа нашего человека. Сегодня также исполняется 63 года с момента образования Центра культурного развития имени Юрия Гагарина в Черкесске. Он специализируется на дополнительном образовании детей. Здесь работает множество кружков разных направлений, таких как декоративно-прикладное искусство, хореография, вокалы и многие другие. Впервые Центр культурного развития в прошлом Дом пионеров имени Юрия Гагарина распахнул свои двери детям именно 12 апреля 61 года. На торжественной линейке вспоминают первый выход человека в космос. Воспитанники по традиции организовывают концертную программу, которая проходит во дворе учреждений неподалеку от Бюста Гагарина, установленного в апреле 2016 года. Сегодня наши коллеги, телеканал Архиз-24, отмечают первый солидный юбилей. Выйдя в эфир 12 апреля 2014 года, творческие коллективы по сей день стараются удерживать высокую планку интереса зрительской аудитории. В Государственной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное десятилетие телеканала и сбору средств для оказания необходимой помощи участникам специальной военной операции. Поздравить юбиляров пришли многие из тех, кто был героями сюжетов программ прямых линий. Десять лет назад родилась идея создания медиахолдинга Архиз-24. Это идея главы республики Рашидор Борисповича Тимрезова. И он нас всячески на этом пути поддерживал все эти десять лет. Соответственно, было очень много трудностей. Было трудно найти специалистов. Совсем непросто было организовать работу круглосуточного телеканала. Мы прошли все этапы за эти десять лет. Мы были сначала в аналоге, в кабеле, потом спутники, потом цифровое ТВ. Для телеканала было две цели. Первая цель это внутренняя, это поддержка информационного поля республики. А вторая цель это внешнее продвижение Карачаева-Черкесии за рамками региона. Мне кажется, мы с этой задачей справляемся и надеемся, что дальше будет только лучше. Курорты Карачаева-Черкесии оказались вторыми по популярности среди туристов страны. Так, 13,5% путешественников от общего туристического потока выбрали для зимнего отдыха Архиза-Дамбай. Об этом сообщает цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса путешествий МТС-Тревел. Они проанализировали и поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря по март. Завершит выпуск прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести Северный Кавказ. Удачной всем пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Курорты Карачаева-Черкесия Температура ночью 7,9, днем 22-24 градусов тепла.